здравствуйте ольга мы находимся около дома купца горденина вот сообщили что уже нашли подрядчика который будет реконструировать этот как его называют самый старый дом воронежа скажите можете рассказать когда он появился при каких обстоятельствах но многое в нашем городе конечно произошло благодаря петру первому строительство флота ведь дело было как горденины это очень состоятельная воронежская семья и дом был возле успенской церкви потом петр потом флот потом потапу горденину после этой всей истории и еще думаю его коллегам бизнесменов достается суконная мануфактура в тавровом ну и что трем человеком вести бизнес ну лучше не надо по одному они делят бизнес те пара производителей уходят в сторону девичка а потап горденин вот хороший был вкус у человека он берет себе вот это вот место изумительное видовое и строит тут все строит и жилой дом и цеха для производства сукна и конечно храм и дома для рабочих тут рядышком есть улицы суконовка левая суконовка правая такие кривеньки там он поселил рабочих самый старый дом воронеже это соседний номер десять полуродка знаменитая а этот лет на двадцать попозже то есть тот 1720 30 а это попозже когда сюда переселились тот дом получается вот отдает под производство ну и в таком состоянии горденины тут живут до 1810 года а дальше а дальше изменились правила их бизнеса если раньше государство покупала вот просто все что они произведут а производили они грубое сукно для мундира солдат то после десятого 1810 года переходят государству на покупку через аукцион и горденины продают дома занимаются другими делами и тут собственники меняется нижегородов бородин и чего тут только не было в соседнем доме было общежитие для школы кантонистов в этом доме был воспитательный дом инвалидный дом вот ну и так ни шатко ни волка все это пришло к революции и тут на этой территории во время гражданской войны располагается концлагерь это конечно удивительно у нас слова концлагерь оно с фашистами ассоциируется да с немцами большевики от слова любили так называли тюрьму то есть сроки заключения до окончания гражданской войны закончилась ну и что и набредает на этот дом рабочий но то ли в поисках жилья но и дом его очередь но на соседний дом и дом его очаровал вот он сказал от стены до стены полдня ходу огромный заселяют тут тоже приселяются люди после войны вот это вот важно эти люди потомки этих людей жили до сих пор отдают военной части это здание восстанавливают по проекту земчинского и и заселяют военными то есть в доме две квартиры ну и это были вот до последнего времени до расселения коммунальные квартиры вот люди ушли в новое жилье и и ну и тут началось сначала пришли черные копатели жители соседней двухэтажки звонят ходят у нас пилы жужжат вскрыли полы какие там они сокровища ожидали найти потом пришли естественно бомжи естественно наркоманы и дом пару раз горел горел сильно но знаете это пусть не очень нас пугает особенно вот в преддверии таких хороших перемен в любом случае старые перекрытия пришлось поменять крышу полностью менять главное что стены скажите как все-таки власти насколько я слышал что общество телороне в том числе и вы очень долго добивались чтобы его реконструировали власть просто не слышала долго а потом вот так что-то ёкнули они решили реконструировать да но дальше уже было конечно тянуть не надо тем более юбилей петра у нас вот происходил конечно наверное были мысли что вот к юбилею петра открыт петровский музей но дело с таким ценным домом это не быстро это же реставрация очень такой сложный процесс вот ну и внимание было привлечено и и захара прилепина сюда приводили алексей гордеев приезжал смотреть его ну вот наконец дело сдвинулась с мелкой точки скажи какие архитектурные особенности у этого дома горденина ой тут есть конечно уникальная особенность раковина и раковины это же стиль барокко 18 века 1000 барокко и раковины рака или барокко это такой вот четкий признак стиля барокко но здесь раковина над окнами вот мы с фасада видим это они уже послевоенные а на бок на сбоку там раковины жемчужины и они подлинные недавно с одной раковины жемчужинка отвалилась вторая жема здорово вот так скажите общественность в воронеже ожидает что реконструкция будет проведена качественно это будет что-то действительно такое грандиозное хорошее или же есть опасения что произойдет очередная потемкинская деревня илья ожидает что все будет хорошо вот смотри у нас ведь из последних что в рамоне но прекрасно да 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 свитский корпус сейчас еще там будет новое здание отремонтированного музеифицирован вот поэтому но у нас есть специалисты в воронеже поэтому конечно надеемся все будет хорошо но посмотревать хорошо спасибо вам большое